В Венесуэле сегодня объявили трёхдневный траур по жертвам авиакатастрофы. Она произошла накануне, погибли 15 человек. Впрочем, больше половины пассажиров злополучного рейса уцелели. Более того, многие отделались лишь незначительными травмами. И специалисты называют это чудом, поскольку потерявший управление самолёт рухнул на заброшенный ангар с высоты нескольких сотен метров. Иван Трушкин подробнее. Операторов венесуэльского телевидения пустили к самолёту, когда спасательные работы были уже завершены, а пожар потушен. Упавший лайнер принадлежал венесуэльской государственной авиакомпании «Канвьясо» и выполнял рейс номер 2350. На курортном острове Маргарита на его борт поднялся 51 человек, 47 пассажиров, в основном туристы, и четверо членов экипажа. Когда до места назначения города Гуаяна оставалось несколько минут лёта, пилот сообщил, что контроль над самолётом потерян. Лайнер рухнул на территории металлургического комбината. Самолёт упал на заброшенный склад, где хранятся отходы. До аэропорта он не дотянул всего 10 километров. Подоспевшие рабочие начали тушить загоревшийся самолёт и вытаскивать оттуда выживших. Спасли 36 человек. С ожогами, ушибами и переломами всех отправили в больницы. Там оказалось, что многие легко отделались. В этот госпиталь было доставлено 25 раненых. Сейчас там остаётся 8 человек, состояние которых стабильно. Остальные уже отпущены домой. Рухнувший лайнер АТР-42 — это двухмоторный турбовинтовой самолёт для среднемагистральных перелётов. Его разрабатывали во Франции и используют уже четверть века. За время эксплуатации было потеряно 22 машины. В основном из-за неподобающего ремонта. АТР-42 часто используют в небогатых странах Африки и Карибского бассейна. Сейчас в эксплуатации находятся больше ста самолётов. Вчерашнюю катастрофу специалисты пока не комментируют. Наши эксперты ещё не закончили работу. Расследование продолжается. И говорить о причинах катастрофы мы пока не можем. Президент Венесуэлы Угачавес объявил по погибшим в авиакатастрофе АТР-42 трёхдневный траур.